МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Совсем немного времени остается до 9 мая. И, конечно же, наш Сестроевск будет со всей страной отмечать этот замечательный праздник. И о том, как готовится город к этому дню, сегодня мы будем говорить с главой муниципального образования Сестроевска Александром Николаевичем Бельским. Александр Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Гурченков. Я объявляю традиционный конкурс зрительских вопросов. Сегодня у нас интересные, уникальные призы. Не один приз, как это бывает обычно, а целых три. Это... И все они, кстати говоря, от муниципального совета Сестроевска. Это гран-при. Билеты в кинотеатр курортный, к которому прилагается также праздничный набор. Это буклет с видами Сестроевска, сувенирная тарелка с изображениями храма Петра и Павла, а также календарь нашего бессмертного полка. Ну и вот эти же наборы будут вручены двум другим победителям нашего сегодняшнего конкурса. Ну и начнем мы наш разговор, конечно же, с 9 мая, с Дня Победы. Вам каждый год приходится заниматься подготовкой. Понимаю, что эта задача непростая, потому что, в общем-то, как бы ничего не меняется, но в то же время хотелось бы, чтобы этот праздник как-то по-новому выглядел. Вот чем будет нынешний год отличаться от предыдущего? Ну, на самом деле, есть несколько таких существенных изменений. Связаны они, в первую очередь, с тем, что губернатор Санкт-Петербурга утвердил новое название улицы. У нас теперь появилась улица Камбата-Широкова и сквер, который у нас долгое время был без названия, за которым ухаживали жители города Сестроевска-Сверник, покоренных. Вот это как бы два таких серьезных изменения. Вроде как бы мы очень много лет этим занимались, муниципальные советы, жители города Сестроевска занимались тем, чтобы у нас появились эти названия, но их утвердили только сейчас. Не к 70-летию Победы, как мы хотели очень этого все. Чуть-чуть опоздать. Ну, с этим, наверное, опоздать невозможно, я думаю. Поэтому как случилось, так случилось, случилось сейчас. Поэтому для нас это дополнительное, как бы еще появляются какие-то мероприятия, которые усиливают именно самоупраздновение. Потому что, знаете, у нас как бы любят все круглые даты. 70-75 лет, потом 80. 72 года тоже дата. А скажите, как вы вообще относитесь к такой ситуации? Вот это мое личное мнение, просто выскажу для небольшого обсуждения. Я считаю, что должны быть пояснительные доски на всех улицах, которые названы именами каких-то людей. В данном случае вот Камбата, да? Почему бы на улице не повесить? Я понимаю, что затраты какие-то материальные, наверное, такие большие. Где была бы информация о том, что это был за человек? Почему именно улица названа его именем? Таким образом, вот та самая воспитательная работа подрастающего поколения и проводилась бы в пассивном начале жизни. Как вы думаете? Вот вы считаете так? Да. Мы считаем точно так же, как вы, поэтому мы это уже сделали и установили. Ага, именно только на этой улице, да? Или будет на... Ну, а почему у нас на Григорьева стоит? То есть там, где установили мы, на Борисово стоит памятник. Вот, поэтому в целом, как бы мы информируем население. Если вы обратите... Ну, как бы сложно сказать, да, там, обратите внимание на сердечения. В любом случае посещайте наше кладбище. Там тоже указаны имена героев Советского Союза, которые захоронили нас на кладбище. То есть мы стараемся, как бы, наиболее широко раскрыть, вот именно, как вы правильно говорите, если мы присваиваем какие-то имена улицам или название новое. Но на каждой улице, конечно, не повесишь. Поэтому раньше было принято, какие-то доски вешали, да, там, именно поясняли, да, там, Владимир Ильич жил здесь, с такого-то по такое-то. Владимир Ильич, вот видите, пропаганда-то проводилась, смотрите. Проводилась, да. Ну, в Советском Союзе с пропагандой было все хорошо. Да, там механизм был отработан. Ну, сам праздник Победы, конечно, это, прежде всего, те люди, которые были участниками, их немного уже осталось, очень, и становится, скажем, годом, к сожалению, все меньше и меньше, участниками тех вот событий, свидетелями тех событий. Как вы взаимодействуете с ними? Что предлагается для них в этом году? Ну, мы с ними взаимодействуем, как бы, на протяжении всего года. 9 мая для нас это, как определенная точка просто отсчета, да, то есть, это не значит, что мы их вспоминаем только 9 мая, отнюдь не так, да. Конечно, их становится каждым годом все меньше и меньше. Мы на 9 мая, конечно, подготавливаем для них программу большую, да, это связано, ну, для них уже, может быть, в меньшей степени во всех праздничных мероприятиях они участвовать тоже не могут. Очень тяжело, потому что из тех, кто участвовал, боевых действий совсем мало осталось народу. На весь район это сейчас 143 человека, если мы говорим обо всем районе. не только сестра Рецки, поэтому, конечно, очень тяжело ветеранов привлекать к нашим мероприятиям, которые у нас проходят, потому что у нас проходит же очень много, начиная от уроков мужества, которые начались еще в начале года, и закон последнего урок мужества был вчера, это туда, куда мы привлекаем наших ветеранов и участников боевых действий, очень сложно привлечь, потому что все-таки они уже, там, самый молодой, по-моему, 91 год сейчас, да, то есть им тяжеловато, да. Ну, конечно, мы не забываем и тех, кто, как вы сказали, правильно являлся свидетелем, они, в общем-то, тоже участники, да, вот случись война, да, там, дети, они такие же участники, да, они просто не могут взять в руки оружие, это не говорит о том, что... Свидетели. Свидетели. Не, ну, с другой стороны, вспомните тот же блокадный Ленинград, да, то есть дети очень сильно помогали взрослым, даже... Тушить сжигал. Да, вы помните, и песня была такая про ленинградских мальчишек и девчонок, да, поэтому это же, песни просто так не сочиняются, факты есть, и дети всегда взаимодействуют. У нас есть звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вы знаете, человек, вышел аппетит, в своем самом супруге, говорил, что здравствуйте, держащий, должна прислушиваться к нею граждан, не считать, что они умнее нас, вот, и принимать это решение, то все-таки прислушиваться к людям, к пожеланиям и так далее, особенно социальные шеи, пандемии, сына, жилье и так далее. И если этим, у меня вопрос. Так. Ладно, Александр Николаевич, как вы взаимодействуете с населением? Спасибо. В целом мы с населением взаимодействуем постоянно. У нас есть, конечно, часы приема, но вот, и к нам можно обращаться в те часы приема, которые есть у меня, есть у главы администрации, есть у всех наших депутатов, но по большому счету, муниципальный совет всегда открыт, и в любое время, когда люди приходят, если кто-то из нас есть на месте, мы всегда примем, мы выслушаем и, как правило, поддержим наших жителей, которые есть. Не все вопросы, с которыми приходят к нам, мы можем их решать. Они не всегда находятся в сфере нашей деятельности. У нас не хватает полномочий, на очень много, но нами, депутатами, было принято решение, как только мы пришли, что мы принимаем все вопросы или пожелания, или проблемы, которые есть у населения, и уже дальше определяем, куда и в какие органы власти они должны пойти. И берем на контроль, потому что зачастую заявление от обычного человека, оно может гулять по коридорам нашей власти сколько угодно, да, там могут быть отписки, там еще что-то, но все-таки, когда обращается муниципальный совет, совершенно как бы другого уровня эта бумага, и она требует в законном порядке сроки, ответы и пояснений, если они что-то не делают, то кто за это отвечает. Поэтому здесь мы населению помогаем. Ну и в целом мы взаимодействуем с населением достаточно плотно, у нас было много вопросов, которые там достаточно серьезные, были одиозные, по поводу строительства дома, который называется пляж, там на общественных слушаниях, муниципальный совет, точно так же в первую очередь прислушиваясь к мнению населения, да, там вставал на защиту города, потому что наше взаимодействие с населением это наша главная работа, потому что мы должны делать то, что просит население, и сейчас действительно президент очень много говорит о том, что нужно принимать решения, основываясь именно на том, что хочет население, потому что даже в нашей работе, да, там надо сказать, что может быть кому-то не нравится, какие мы площадки строим, или какое мы благоустройство делаем, кому-то нравится фонтаны, кому-то не нравится фонтаны, то есть это все-таки достаточно спорные моменты, поэтому в целом муниципалитеты, конечно, должны привлекать жителей как можно больше именно к тому, чтобы те являлись соучастниками процесса. Мы, в общем-то, так и работаем, потому что когда мы принимаем бюджет, у нас всегда, чтение бюджета, это открытое как бы заседание, на него могут приходить жители, они могут высказывать свои какие-то предложения, пожелания, вообще в принципе работа у нас депутатского нашего корпуса, она ведется следующим образом, мы перед тем, как утверждаем бюджет на следующий год, а бюджет для нас это основной документ, потому что на основании его мы потратим деньги, мы определяемся, где и что мы хотим сделать, но для этого депутаты идут в народ у нас, и у населения берут информацию, что же все-таки, что требуется сейчас, потому что личного мнения, что нравится Бельскому, ну мало ли чем не нравится, да, то есть, как бы, это, как бы, это один голос, да, это не то, что, как бы, должен один человек принимать решение, что, а вот мне нравится вот здесь вот детская площадка, пускай она будет синяя и чуть-чуть с розовым, так же не делается, ну вот, поэтому, а такие перегибы бывают, и не надо, как бы, этого скрывать, и нужно говорить, что действительно по стране в целом существуют такие проблемы, но конкретно в Сестра-Одетске, мне кажется, такой, такая проблема остро не стоит, конечно, есть люди, кто доволен, кто недоволен, но в целом мы стараемся прислушиваться к населению, то есть у нас все, что к нам поступает, любая информация, если кто-то чем-то там недоволен, или кто-то какие-то приносит свои идеи, если это в рамках наших полномочий, мы стараемся помогать всем людям, которые к нам приходят. Ну, вот немножко не в тему нашего разговора предпраздничного, а любопытно просто, вы анализируете, как бы, для обращения граждан, в какую сторону сдвигается спектр, вот чего раньше хотели жители, и чего не хотят теперь, какая динамика процесса, в какую сторону их требования уходят? В целом все равно жители, но если мы говорим относительно муниципального образования, конечно, в первую очередь их беспокоит благоустройство, да, то есть, но динамика следующая, если раньше мы принимали решение о том, где поставить скамейку, да, там у нас хватало бюджета там на 10 скамейк, и вот мы тут носили с этими 10 скамейками. Сейчас, конечно, совершенно другие полномочия, другие возможности, и сейчас мы, конечно, принимаем решение, где нужно поставить детские, какие они должны быть, для какого возраста они должны быть, потому что, знаете, там приходят люди, говорят, вот нам нужно для маленьких, вот мы поставили им для маленьких, там проходит, там 5 лет они приходят, нам уже нужно для больших. Поэтому мы стараемся как-то, чтобы в одном квартале были и для маленьких детей площадки, для более взрослых возраста, и спортивные какие-то сооружения должны быть точно так же. Поэтому мы стараемся как бы вот это смотреть комплексно, поэтому, конечно, обращений много, много обращений связанных с парковками, одним не нужны парковки, другим нужны парковки. Это вечное такое вот терзание происходит у людей. Ну, в целом, как бы, динамика, она больше положительная с точки зрения того, что если раньше мы определяли, где и что нам нужно сделать, то сейчас мы определяем, что нам может быть нужно восстановить или переделать, или улучшить, да, или отремонтировать. Это совершенно как бы другие затраты, потому что мы сейчас, если говорим о Сестрорецке, больше нам удается возможности тратить деньги на дороги, на благоустройство, какие-то скверы делать дополнительные, да, дополнительные какие-то дорожки делать, улучшать именно вот с этой точки зрения. Потому что раньше, конечно, основное было, ну, полное отсутствие, например, тех же детских площадок заставляло нас как можно больше делать детских площадок. Сейчас уже так вопрос не стоит, потому что, в принципе, как бы, в целом, города... Достаточно, какие они? Достаточно, да, какие они важны. И важный момент, который сейчас вышел, как бы, и которым нужно тогда серьезно заниматься, это их содержание. Потому что многим уже там по несколько лет, и нужно обязательно понять, что это в первую очередь, это безопасность, безопасность детей. Поэтому мы сейчас, как бы, очень много уделяем времени именно внимания содержанию этих детских площадок. Ну, давайте вернемся к нашей основной теме. Попробуем, если получится. Да, про ветеранов я хотел бы вас спросить. Есть ли у вас какие-то полномочия, с точки зрения помощи этим людям? Ну, например, кому-то с жильем помочь, кому-то организовать какую-то путевку в санаторий? У нас прямых полномочий, конечно, нет. Но мы стараемся, знаете, я вот, мы сегодня там, достаточно много у нас мероприятий идет, и много, как бы, общаемся с ветеранами, много говорим. Знаете, мне пришла такая мысль в голову, что на самом деле, когда обращается к нам ветеран, а тем более участник боевых действий, то для нас это, знаете, как великая честь помочь такому человеку. Не то, что там можем или не можем, да, и здесь уже не стоит вопрос, в рамках это наших полномочий или не наших, мы включаем всех своих знакомых, там, комитеты профильные, там, районные власти, и поверьте, нету человека, который бы сказал, там, я не имею возможности помочь. Фактически, то есть, конечно, мы решаем многие проблемы, конечно, очень сложно решить вопросы, там, связанные там, массовым получением квартир, как вы говорите, жилья и все остальное, это не входит в рамки наших полномочий, и такие вопросы, конечно, мы не можем решить, но попробовать кого-то куда-то устроить, если требуется, или походатайствовать, чтобы вы там приняли в больницу, или что-то, это, конечно, мы можем делать, но я вам могу сказать, что сегодня настолько хороший уход за нашими ветеранами, их осталось так мало, да, что вот с такими вот просьбами в России все реже и реже, реже и реже. Ну, это хорошо, это очень хорошо. Ну что ж, сейчас мы уходим на рекламу, после которой продуман наш диалог. Глава муниципального образования Сестрорецка Александр Николаевич Бельский сегодня у нас в студии, мы говорим о приближающемся празднике 9 мая, и я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас несколько призов для победителей нашего зрительского конкурса. Главный приз – это билеты в кинотеатр курортный, и набор, праздничный набор, буклеты с видами Сестрорецка, сувенирная тарелка с изображением храма Петра и Павла, а также календари нашего бессмертного полка. И еще два победителя этого конкурса получат точно такие же наборы. И вот сейчас вы видите на своих экранах еще и призы, которые будут вручены муниципалитетам, нашим ветеранам. И мы говорим о том, какая реальная конкретная помощь может быть оказана вами, вашими коллегами, тем немногочисленным уже людям, которым досталось перенести эту тяжелую годину. Я хотел спросить вас вот о чем. Вы сказали, что в течение года общаетесь с ветеранами. Вы, может быть, обращали внимание на то, что несмотря на то, что силы у людей уходят, возраст, естественно, берет свое, но у них у всех есть какой-то задор, оптимизм. Они могут и пошутить, они, насколько это возможно, могут и пококетничать женщины в возрасте. Это те черты характера, которых в современной молодежи я не наблюдаю. Они наши, современники, скажем так. Они более замкнутые. Они более сконцентрированы на самих себе. Вот это психологическое различие. Если, ну, это мое субъективное наблюдение, если это совпадает с вашим наблюдением, почему такое могло произойти, когда люди жили в более тяжелых условиях, но сохранили вот этот вот оптимизм. Но я бы просил вас ответить на этот вопрос после того, как мы послушаем нашего телезрительного. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Добрый день. Добрый день. У меня... Как вас зовут? Как вас зовут, простите? Иван Иванович. Очень приятно, Иван Иванович. Ведущему Моебельскому. Пожалуйста. Александр Николаевич, вы называете улицу Широкова. А там бы ни один человек жить будет? На этой улице нет. А какой смысл тогда называть улицу Широкова? А вы считаете, что улицу называют только там, где живут? Конечно. Почему? Там находится у нас и школа Коренкова. Туда дальше у нас санаторий Детские Дюны. И второй вопрос. Давайте. Пожалуйста. Вот хорошие передачи «Настоящие прошлые». Уместно ли 9 мая рассказывать о Лидии Чарской? Другой темы нет? Вы знаете, мы сейчас находимся на другой передаче. Наш «Диалог у озера». А при чем здесь передача, которую вы упомянули? Это прекрасная передача, которая выходит, по-моему, вовремя и рассказывает об очень интересных... 9 мая уменьше рассказать о ком-то другом об участнике войны, а не о Чарской. Ну, слушайте, но есть определенный план. Это не вопрос был. Хорошо. Не очень довольны тем, что Чарская выходит 9 мая, но это субъективное мнение нашего телезрителя. Ну, и Иван Иванович имеет право на свое мнение, конечно. Каждый гражданин имеет право. На самом деле, как бы, я могу сказать, что действительно существуют такие улицы, на которых никто не живет. Но мы присваиваем имена улицам не только ради того, чтобы на них именно кто-то жил. Потому что самое ценное, что у нас остается, мы как раз в рамках этого, в общем-то, сегодня с вами встречаемся в преддверии 9 мая, как вот Иван Иванович сказал уже, второй он, чем был недоволен, что в 9 мая показывают на тех людей. Так вот, самое главное, что у нас должно остаться, это наша память. Это то, что мы можем передать следующему поколению. Мы же не называем эти улицы просто так, когда ни одна улица не имеет просто какого-то названия. Конечно, она что-то либо символизирует, либо имеет какое-то отношение к конкретным людям, которые что-то сделали для нашей страны или для нашего города. Мы же Комбата Широкова не просто так назвали, Сестрорецкий, улицу Комбата Широкова. Ее назвали, потому что он занимался уже обороной нашего города. То есть человек, который, в общем-то, героически охранял наш город, Сестрорецкий, а за ним это город, Ленинград. Вы знаете, я сегодня, когда мы открывали улицу Комбата Широкова, с удивлением для себя обнаружил, что, оказывается, люди писали и стихи про Комбата Широкова, песни есть, великолепные песни. Поэтому говорить о том, что живет кто-то или лежит, куда мы знаем, может быть, через какое-то время кто-то будет жить, может быть, там будут какие-то дома. Сложно сказать. Ну, мне кажется, это небольшая такая придирка со стороны нашего автора, потому что, в конце концов, важен факт того, что это имя упомянули еще раз, и оно будет теперь звучать. Фактически увековечили. Пока кто-то, когда кто-то не придет и не переименует все улицы, как это было во время революции, столетие которой мы, в общем-то, сейчас отмечаем. Ну, будем надеяться, что больше никаких переименований не будет. Хотелось бы верить. Да, что это будет зафиксировано. Так что никаких особых противоречий я здесь не вижу. Так вот, вернемся к моему вопросу. Надо сказать. Интереснее ваше мнение по поводу психологии. Откуда этот оптимизм у этих людей? Ну, один, может быть, ответ такой шутливый, да, потому что просто еще новое поколение не дошло до этого возраста, когда они станут оптимистами и начнут танцевать. Но это как один из моментов. А основное, конечно, мы должны понимать, что люди вот этого возраста, они же очень много что увидели в этой жизни, того, что не дано увидеть нам. Очень много что осознали. Это же тоже очень важно, потому что мы иной раз ходим хмуро и расстраиваемся из-за какой-нибудь ерунды. Вот погода у нас не та, да, там. Вот у нас тут весь апрель холодно, май холодно. Все, нужно бежать из страны срочно. Все, нужно переезжать в теплые края. А что это за... Мы живем в этом болоте. А люди, которые пережили войну, холод, голод, восстанавливали этот город потом. Вы же поймите, это мы все время говорим о войне. А после войны-то что было? С чем столкнулись эти люди, которые вернулись? Они пришли к руинам. К руинам. Это же все нужно было восстанавливать. Конечно, они просто знают правду жизни, и поэтому они радуются каждому мгновению этой жизни. Когда происходит какой-то праздник или какая-то встреча, которую вы правильно говорите, мы в течение года даже очень много с ними общаемся и встречаемся. Конечно, для них каждый праздник, каждая возможность встретиться друг с другом, это уже большая радость. Пляшут там замечательно и под гармошку поют. Что вы? Столько задора, только успевай. Да, вот об этом и речь. Это вот то, что должны видеть, мне кажется, молодые люди и черпать, может быть, для себя какую-то энергию в этом. Сложно сказать. У молодых же всегда у них присутствует определенный максимализм. Они же считают, что они умнее нас. Они знают, что делать. Вот если бы им дали порулить страной, они бы знали куда везти этот корабль. Конечно. А есть ли в праздничной программе, о которой бы я хотелось попросить подробнее рассказать, такой момент, который позволял бы вот этот мостик перебросить между поколением, то, что называется преемственностью поколений? Может быть, это в программе связано с теми песнями военных лет, которые вместе будут исполнять и ветераны, и молодые, или какие-то другие моменты? Ну, вообще, как бы, то, что вы говорите, вот этот вот мостик, мне кажется, что в первую очередь это то патриотическое воспитание, которым мы занимаемся. То есть, это то, что мы делаем. Вот я упомянул уже про уроки мужества, которые происходят. Взаимодействие начинается еще с детского садика. Вы посмотрите, как в наших детских садах встречают 9 мая. Выходят наши маленькие детишки, некоторые из них одеты в формы, как, например, в 25-м садике я видел, поют замечательные военные песни. Они радуют своих бабушек, дедушек, прабабушек, которые есть. Они видят, насколько им это нравится, насколько им это дорого. Это же прививается как бы с юных лет. Конечно, на сегодняшний момент нужно сказать, что молодежь, как вы правильно сказали, в большей степени зациклена там на компьютерах, на каких-то там гаджетах и вещах, ну, как я их называю, нереальных, потому что реальная жизнь, она совершенно другая. И здесь вот эти вот праздники, вот чем отличается 9 мая от многочисленных праздников, это праздник, у которого нет национальности, нет никаких-то там других еще факторов. Это общая большая радость, победа практически всего мира. Даже если мы коснемся и немецкого народа, то он, в принципе, если мы посмотрим в глубину ситуации, он тоже был освобожден от фашизма. Потому что мы же с вами хорошо знаем, что не все в Германии были довольны тем, что был фашизм. Конечно, когда идет тоталитарный режим, да, там, и мы сами пережили, когда сталинизм был, да, тоже, как бы, что очень сложно противостоять в одиночку, когда это происходит масса. Поэтому мне кажется, что вообще сам по себе праздник 9 мая, он не является вот тем вот мостиком, а я бы даже сказала, большим мостом, соединяющим и поколение, которое уже более старшее, и молодое поколение, и среднее поколение. Мы поем одинаковые песни, мы одинаково радуемся, мы ждем салют каждый раз. Поэтому я думаю, что вот эти вот ниточки, которые здесь есть, они нас будут связывать всегда. Ну тогда поподробнее, пожалуйста, расскажите о самой праздничной программе. Ну, сегодня уже мы, вот как я уже упомянул, открывали улицу Комбата Широкова. У нас сегодня происходили мероприятия, связанные с улицами героев, это инициатива, которая шла из Сестрорецкой и уже много лет проводится, инициировал это в свое время наш депутат Матвеев Владимир Витальевич, который сейчас является моим заместителем. И каждый год мы отмечаем этот праздник, не только мы, а по всему нашему городу, то есть на улицах героев проводятся такие мероприятия. Вот, значит, у нас сегодня был праздничный концерт, был хор Московского Срединского монастыря, который пил военные песни. Великолепно я был на этом концерте, они великолепно пели, наши ветераны были очень довольны, хотя как-то с одной стороны казалось, как вот хор монастыря и вроде как военные песни. Я вам скажу, что это незабываемое зрелище, которое сегодня было, и большое спасибо администрации курортного района, которые организовали этот замечательный сегодняшний концерт. Поэтому мероприятия уже начались сегодня, мы говорим, к 9 мая, но они вот начались гораздо раньше. Значит, завтра у нас планируется мероприятие посещения наших мемориалов, да, то есть будут у нас митинги на Тарховском кладбище в Горской, у памятников на реке Сестре. Вот у нас пройдут мероприятия традиционно, которые мы проводим в преддверии 9 мая. Завтра же у нас открывается в час дня сквер Непокоренных, пожалуйста, я всех приглашаю. Значит, будет торжественное открытие этого сквера. Ну вот. Еще будут мероприятия, связанные с нашими ветеранами, Совет ветеранов, тоже они будут, у нас будет для них праздничное мероприятие, тоже они будут собираться, у них будет концерт. Там же они смогут потанцевать, вот, и порадовать друг друга. И уже если переходить к 9 мая, то, значит, в 11 часов на площади Свобода мы собираемся, собирается весь наш бессмертный Сестрорецкий полк, придут наши родные однополчане, с которыми мы выходили в прошлом году на 9 мая. Вот, полк наш становится все больше и больше, но мы, конечно, радовались, когда мы делали там по тысяче плакатов, сейчас, конечно, уже это не так, в этом году там порядка двухсот с лишним мы сделали штандартов с фотографиями, но это уже говорит о том, что мы уже добираем чуть-чуть, то есть наш полк уже практически полностью сформировался, и люди бережно и трепетно относятся теперь к своим фотографиям и выходят, и мы, конечно, всех ждем. Будет шествие, пойдем традиционно к нашему доту, будем там, там будет небольшой митинг, ну и потом, как это у нас обычно бывает, традиционно наши каши, вот, фронтовые 100 грамм обязательно, но и самое главное, что уже эта традиция такая Сестрорецкая, то есть там люди общаются, в первую очередь это праздник, возвращаясь к тому, что опять-таки вы сказали, что является связующей нитью между нашими поколениями, и вот такие мероприятия, в том числе даже в первую очередь, то там от мала до велика мы идем все в нашем, возглавляем наш бессмертный полк, потом мы празднуем это мероприятие, и потихонечку мы двигаемся к концертной программе, которая у нас будет проходить тоже здесь на площади Свобода, она начнется у нас в 19 часов, значит, у нас в этом году будет Юрий Охачинский, Глеб Матвейчук, и кульминацией всего станет от Ларисы Долиной, надо будет петь, вот такой замечательный подарок нашим ветеранам, ну, мы стараемся, есть определенный уровень в городе уже, поэтому, конечно, мы не хочется, да, и все это закончится в 10 часов праздничным фейерверком, вот, радостным, ну, а потом уже 10-го на работу. 10-го на работу, хорошая точка всей этой истории, а у нас есть звонок наш отрезительный, давайте послушаем, алло, слушаем вас, да. Здравствуйте. Хотела поздравить с тем, что пащий день победы. Спасибо. Всех ветеранов, с ним и поклон, здоровье, счастье и мира. Александр Николаевич, я хотела вас такой вопрос задать. А вы могли бы представиться, извините, пожалуйста. Могли бы представиться, извините, пожалуйста. Могли бы. Спасибо большое. Вот, спасибо вам за хорошую работу. И такой вопрос, я думаю, что стараться не проходим, когда хотелось бы, вот, ветеранов, вот, отдельно, посадить как-то в одну сторону. Когда мы в концерт идем, детишки наши так радуются, а их туда дыхают, туда дыхают. И ветеранов не привезти, это там, как говорится, нормально посмотреть. Как-то можно отмечивать, сказать, в одной стороне, как-то и с боком вас сидели, или так-то по-другому. И второй вопрос, конечно, побольше радости. И наше время, и, как бы, активнее время. Потому что наше поколение много не воспринимает. Надо им учиться, 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 как они живут. Я хотела сказать, вот, они ведут себя, их не, как бы, эти характеры. Они молодцы, они все почитали, они все. Я, как, лежали на глаза, в этот праздник смотрю. Большое спасибо, вот, за этот вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Ну, мы в целом стараемся как-то отделить ветеранов. Ну, вот сейчас я обращу внимание, спасибо большое, там, как, каким образом вот именно постараться, чтобы одни не мешали другим, и все это было видно. Я пока сейчас не могу сказать, как это будет. Но в целом мы, конечно, стараемся ветеранов посадить в центре, всегда, чтобы им было наиболее, как бы, для них комфортные места. К сожалению, наша площадь сделана таким образом, площадь свободы, да, что там очень сложно выделить какую-то отдельную зону, да. Вот, когда мы на 300-летие Сестрорецкого у нас был, проходило мероприятие на, в арсенале, да, на территории нашего бывшего завода Оскова, то там, конечно, можно было как-то зонировать, да, то есть все было бы всем видно. Здесь, конечно, ну, к сожалению, площадь не очень большая, а людей... А вернуться на площадь унизу, да? На 9 мая? Ну, сложновато. На День города мы будем смотреть. Спасибо. Сейчас мы уходим на рекламу, и потом продолжим наш диалог. Продолжаем диалог с нашим сегодняшним гостем. Это глава муниципального образования Сестровецкий, Александр Николаевич Бельский. Напоминаю о замечательных призах, которые предоставлены сегодня муниципальным советом. Это билеты в кинотеатр «Курортный» и праздничный набор, в который входит буклет с видами Сестрорецкого, сувенирная тарелка с изображением храма Петра и Павла, а также календарь нашего бессмертного полка. И вот такие же праздничные наборы получат еще два победителя нашего конкурса. И я возвращаюсь к вопросу Ивана Ивановича. Благодарю его за внимательное отношение к нашему каналу, к программе, которую он просматривает, как я понимаю. И должен был сказать, его вопрос был в том, что 9 мая в программе «Настоящее прошлое» выйдет Чарская. Так вот не Чарская будет 9 мая, а будет «Бессмертный полк». Так что специально для Ивана Ивановича как раз все карты сочетаются нужным образом. И я хотел бы вернуться к вам в студию сюда. И звонок у нас есть. Не возвращаемся в студию, слушаем нашего телезрителя. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Вы в прямом эфире, слушаем вас. Я думаю, какая-то проблема со связью. Алло. Алло. Да-да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос Александру Николаевичу. Как вас зовут, скажем? А, Виктория. Виктория, пожалуйста. Александра Николаевича, я знаю, что вы многодетный папа, но у меня в свою очередь тоже двое детей, одна из которых находится в переходном прекрасном возрасте. Вот скоро у нас будет лето, школа закончится, скажите, пожалуйста, куда можно пристроить ребеночка, отправить, чтобы он не болтался по улице, а он занят делом. Спасибо. Это первое вопрос. А, это еще не все. Да, еще у меня есть второй вопрос. Пожалуйста. А, значит, а вот 9 мая, да, когда у нас проходит митинг после демонстрации, значит, у меня бабуля, ей вот мне 4 года, она ребенок войны, и всегда очень мало пыльчиков поставлены у нас против ДОТа, и я знаю, что и очень короткий этот митинг, я знаю, что ей точно тяжело стоять. Как можно решить вот эту проблему? Спасибо. Спасибо. Начнем со второго. Все-таки у нас передача посвящена в конце 9 мая, да. Мы добавим стульев, чтобы была возможность побольше сесть. Я себе помечу сейчас это. И надеюсь, что бабушке Виктории будет возможность присесть там. Потому что действительно, на самом деле, как бы тяжеловато. Мы идем столько, пока идет бессмертный полк, потом мы туда приходим. Каждому хочется сказать как можно больше, а людям хочется, чтобы это было кратко, как выстрел. Поэтому, конечно, мы постараемся облегчить, чтобы народ мог отдохнуть. Вы прогноз на 9 мая ждешь? Да. Дождя не будет? Будет. Будет. А у вас предусмотрен к нам каким-то образом? Ну, вопрос как бы с дождем предусмотреть очень сложно. Нет, ну, я не могу, что какие-то дождевички там ветеранов раздать. Ну, то, что касательно дождевичков, мы как бы этот вопрос обсуждаем. Да, то есть мы каким-то образом постараемся подстраховаться. Но обеспечить, конечно, весь бессмертный полк мы не сможем. Скорее всего, только ветеранов. Я надеюсь вообще, что, конечно, погода, пускай она у нас в этом году и не очень, но она не внесет серьезных изменений, и люди все-таки выйдут. Потому что я понимаю, что кто-то может выглянуть там в 11 часов, посмотреть, там, ой, что-то закапало, сегодня не пойдем. Но очень важно, чтобы люди пошли, потому что здесь же это же не прогулка в конечном итоге. Конечно. Существия. А то, что касается теперь относительно детей, да, ну, мне посоветовать что-то сложно, да, на сегодняшний момент. Почему? Потому что такая же проблема и у меня обстоит. Ну, я, во-первых, знаю, что во всех школах у нас есть дневные лагеря, когда также кто-то в июне не может еще или никуда-то не спланировал еще свою поездку, вот, то есть возможность оставить их в школе. Потом у нас есть пионерские лагеря, которые у нас организовываются как государственные, так и частные. Это вот с этой точки зрения. А то, что касается непосредственно детей, которые никуда не поедут и останутся, конечно, тут вопрос досуга, он решается достаточно как бы сложно, потому что все-таки основное у нас это, чтобы была хорошая погода, тогда проблем нет. У нас есть замечательный залив, да, то есть мы можем проводить время там. Но, конечно, когда плохая погода, сложновато. Но я знаю, что у нас будет работать и кинотеатр курортный, да, то есть как бы, конечно, у нас закроются все кружки и школы, которые существуют, ну, ничего не поделаешь. К сожалению, лето как бы такая пора, когда мы в первую очередь должны, может быть, даже больше времени уделить в семье своим детям сами, потому что в последнее время по статистике, которую нам выдают, да, что общение со своими детьми, особенно с детьми переходного возраста, происходит, как правило, у нас не более пяти минут в день. Вот, то есть, привет. В течение учебного года. Привет, как дела, как школа. Все нормально, молодец, уроки сделал, молодец. Или сделал, молодец. Молодец, покушал, хорошо, все, быстро спать, завтра в школу. Ну, на самом деле, то, что касательно именно режима, то и у нас он точно так же есть в семье, да, то есть тоже все по режиму. Пятеро детей попробуют, там, там, если не будет воинской дисциплины, ничего не будет, и разнесут этот бедный дом. Так что летом, конечно, больше общаться с детьми, но по возможности все, что есть, все, что государство предоставляет, нужно использовать обязательно. Спасибо. Ну, сейчас у нас время рекламной паузы. И потом продолжение нашего диалога. Сегодня у вас, уважаемые наши телезрители, есть хорошая возможность задать свои вопросы главе муниципального образования, сестра Рецкой Альсу Николаевичу Бельскому, который к тому же пришел в студию не с пустыми руками. Сегодня победителю нашего традиционного зрительского конкурса, а этих победителей будет трое, он принес вот такие призы. гран-при нашего сегодняшнего конкурса, билеты в кинотеатр курортный и праздничный набор, в который входит буклет с видами Сестра Рецкой, сувенирная тарелка с изображениями храма Петра и Павла, а также календарь нашего бессмертного полка. Ну и двум другим участникам конкурса будут также вручены вот эти праздничные наборы. Я хотел бы поговорить о том, как будет выглядеть город с точки зрения чистоты и благоустройства в эти праздничные дни, потому что дни благоустройства уже прошли. И вот насколько, на ваш взгляд, активность граждан была в этот раз высока или может быть наоборот? Ну вот за то время, которое я наблюдаю, в принципе в целом граждане достаточно активны всегда. То есть нет такого, что в прошлом году было больше, а в этом году не вышли из-за того, что снег. Ну, во-первых, нужно отдать должное предприятиям, которые находятся в Сестра Рецкой, они всегда откликаются и выходят. Вот завод Хионды у нас достаточно много убирает территорий, которые мы не видим. То есть это не то, что они у нас пришли и убрались в 38-м квартале, еще где-то там, где это будет заметно. То есть они стараются убирать те территории, до которых мы не добираемся. Но в целом, мне кажется, все, что касательно субботников, то, что в этом году все говорят, ну вот, 22 апреля приурочили. Ну, просто в этом году все приурочено к столетию революции, поэтому тут оно все просто само по себе стекается. Но в целом, конечно, как бы город достаточно неплохо был в этот месячник благоустройства почищен, потому что мы знаем, что 220, по-моему, тонн песка было высыпано в этом году в Санкт-Петербурге. Это рекорд по вот этой песко-солярной смеси, потому что очень было большое количество перехода через ноль. А для нас, особенно для курортного района, вы сами знаете, как это губительно. Это буря эти из пыли, да, которые нужно убрать. Поэтому мне кажется, что люди в этом году даже не ощутили того, той проблемы, которая могла бы возникнуть. Хотя для нас это казалось, что это очень серьезная проблема. Но нам удалось справиться. Мы очень любим сравнивать чистоту на улицах наших городов с чистотой в зарубежных странах. Мы говорим, а вот у них, а вот Финляндия, а вот еще где-то там. Но вы бываете с границей? Как по вашим наблюдениям? Ну, если брать отдельно Сестрорецк, то мы, конечно, находимся на очень хорошем европейском уровне. В принципе, в целом город достаточно ухожен, благоустроен и чист. То есть, конечно, если мы говорим о Германии, Швейцарии, Голландии, Финляндии, конечно, там уровень повыше, чем наш. Но в целом, если брать всю Европу, у нас сейчас появились новые города по-братиму в Италии, Греции, то я не могу сказать, что, например, в итальянских городах там намного чище, чем у нас. Отнюдь нет. А вот в связи с этим разговором любопытно узнать, каково мнение итальянской делегации, которая посетила недавно Сестрорецк? Если они были искренне, на что я как бы и рассчитываю, то они были в восторге, конечно. Они в целом были в восторге от нашего города. Я вообще могу вам сказать, что Петербург же... Итальянцы, которые были у нас в гостях, они уже не первый раз в Петербурге. Но они даже не знали о существовании в Петербурге курортного района, а тем более Сестрорецка. А тем более Сестрорецка. И когда они сюда попадали, то у них ощущение такое, что они попали совершенно в другую территорию абсолютно как бы не коим образом, который у них никогда не проецировал с Петербургом. Поэтому они, конечно, пребывали в очень хорошем расположении, были в восторге. Итог этого всего это на прошлой неделе мы подписали соглашение с городом Гайд, который находится в Италии. Вы показывали им фильм о Сестрорецке, и он тоже произвел определенное впечатление. Давайте вот мы покажем нашим телезрителям фрагмент из этого фильма и потом продолжим нашу обсуждение. Сестрорецк. Город в городе. Еще его называют столицей курортного района. Главная жемчужина в блистательном ожерелье Карельского Перешейка, излюбленного места отдыха петербуржцев и не только. Городу чуть больше трехсот лет, но он молод и прекрасен. Зеленые, цветущие летом, в период золотой осени Сестрорецк удивляет и поражает буйством природных красок. Можно бесконечно смотреть на эти пейзажи, от них никогда не устанет глаз. Сестрорецк построен по велению Петра, как и старший брат Санкт-Петербург, только на десятилетие позже. Строился вокруг оружейного завода, станки которого приводились в действие энергии падающей воды, для чего были запружены небольшие речки и создано рукотворное озеро Разлив. История тесно переплетается с современностью. В далекие 30-е годы прошлого столетия был утрачен главный храм Сестрорецка. Прошло много лет и в 2009 году был освящен храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, великолепное здание которого стало архитектурной доминантой города и уже невозможно представить Сестрорецк без его устремленной ввысь колокольни. Один из ближайших пригородов Петербурга при постройке Приморской железной дороги приобрел быстрый и удобный доступ для отдыхающих. Более 100 лет санаторию Сестрорецкий курорт. Сюда на отдых и лечение приезжали Горький и Алексей Толстой, Маяковский и Блок, Собинов и Шаляпин, а также многие другие деятели искусства и культуры прошлого, 20 века. И сегодня Сестрорецкий курорт чрезвычайно популярен. Здесь отдыхающим предлагают целебную воду из многочисленных минеральных источников и даже бассейн наполняется минеральной водой. Вдоль береговой линии Финского залива расположены современные комфортабельные корпуса санаториев «Белые ночи», «Дюны», а также санаторий для маленьких пациентов, который так и называется «Детские дюны». От Петербурга можно доехать на электричке. Есть автобусное сообщение, маршрутное такси и возможность приехать на собственном автомобиле. «Детские дюны». Через 20 минут из шумного мегаполиса вы попадаете в сказку. Зеленый и спокойный, ухоженный, аккуратный Сестрорецк встречает гостей радушно. Город для жизни. Город, в котором созданы все условия для прекрасного отдыха. Город-сказка. Город-мечта. Есть такой город. Самый лучший на Земле. И он называется Сестрорецк. Приподнимает власти Сестрорецка фильм? Как вы все ощущаете? Да, я с этой точки зрения вообще никогда не рассматривал. Мне кажется, что на самом деле фильм получился достаточно неплохой. Люди, которые живут всю жизнь в Сестрорецке, глядя на него, у них складывалось ощущение, что они как будто узнают его по-новому. И, соответственно, исходя из этого, определенная гордость за то, что действительно Сестрорецк – это один из самых прекрасных городов. А те люди, которые здесь живут, они его, безусловно, считают самым прекрасным городом. Мне кажется, что это так и есть. А как вы вообще работаете с Эспрессо? Как вы продвигаете информацию Сестрорецка в массовой информации? Ну, в целом, конечно, у нас есть наше любимое Сестрорецкое телевидение, «Залив ТВ», как оно теперь называется. Но вообще мы, все, что касается в основном работы с прессой, она связана в первую очередь с новостными блоками. То есть это вся информация, которая у нас идет о Сестрорецке, это мероприятие, в котором, потому что Сестрорецк же люди очень любят, петербуржцы очень любят приезжать в Сестрорецк. И основной, конечно, момент – это и имиджевая сторона нашего города, которая представлена сейчас и в этом фильме. Мы же должны понимать, что на сегодняшний момент Сестрорецк и вообще курортный район в целом, то есть это самый комфортный для проживания район с точки зрения безопасности, и с точки зрения комфорта здесь, и с точки зрения благоустройства. То есть нужно как бы, ну, конечно, я не умоляю достоинства других районов, да, там, или других городов. Ну, конечно, в целом ситуация достаточно неплохая, но мы по многим показателям действительно обгоняем, а по некоторым показателям даже в разы обгоняем в другие муниципалитеты и районы нашего города. А ведь у вас наверняка есть информация такая сравнительная, да, по другим районам? Ну, по, там, преступности, скажем, по достижениям, наоборот, каким-то. И вот бывает на встречную с губернатором он как? Раздает там всем сестрам по серьгам? И как происходит? Ну, статистика есть, конечно, да, то есть итоги всегда подводятся. Каждый год по итогам этого года курортный район на первом месте, то есть у нас самый низкий уровень преступности, и это, конечно, благодаря, в первую очередь, работе нашего ОМВД. Станислав Антонович возглавляет уже много лет, и, конечно, человек, который прошел там все ступени, здесь у нас в курортном районе, и теперь он является руководителем ОМВД, он знает проблемы района, понимает, как это решать, и самое главное, что, мне кажется, и важно в его работе, это именно вот эта вот работа по профилактике правонарушений, то есть предотвратить еще до того, когда оно произошло. Это очень важно, да. Здесь и ДНД, и все вместе, в совокупности, конечно, и районные власти помогают, и мы, насколько, насколько можем, ну, конечно, основная заслуга с точки зрения безопасности этого ОМВД. Один из самых приятных моментов нашей передачи – это определение победителей зрительского конкурса. Что вы можете сказать по этому поводу? Кому вы свои замечательные призы будете вручать? Ну, очень сложно выбирать. У нас три приза, ну вот, а участников четыре, поэтому я предлагаю добавить еще один приз и выдать всем участникам призы, но главный приз я бы все-таки отдал Иван Ивановичу, который смог внести изменения в расписание за Лиф ТВ, и теперь там будут показывать бессмертный пол, хотя, насколько я понимаю, это была опечатка. Но все равно приятно, что люди следят, и они действительно к этому относятся не безразлично. А это самое главное сейчас, не безразличие людей. Ну что ж, и есть у вас хорошая возможность обратиться к тем людям, с которыми вы общаетесь, и для которых вы работаете? Ну, в первую очередь я хотел бы всех, конечно, пригласить 9 мая в 11 часов на наш бессмертный полк. Это то, действительно, о том, о чем мы сейчас говорили, это то, что нас объединяет. Однополчане, я вас жду на нашем бессмертном полку в 11 часов 9 мая. Всех еще раз поздравляю с праздником, счастья, здоровья, любви и всех благ. Спасибо. Это был глава муниципального образования Ситра Иска, Александр Николаевич Бельский. Мы присоединяемся к поздравлениям с замечательным праздником 9 мая. Желаем всего доброго, особенно ветеранам, здоровья, энергии той, о которой мы говорили, и всего самого-самого доброго. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова